Всем здравствуйте! Меня зовут Владимир Зеленский. Я украинец, гражданин этой страны. Живу в этой стране, работаю в этой стране. И мне кажется, очень неплохо я и моя команда придумаем различные проекты, которые смотрят миллионы людей. Последние сутки ярко во всех средствах массовой информации обговаривается такое важливое для нашей Украины зараз экономичное пытание запретить сериал «Сваты». Без этого же никак не растет экономика нашей страны. Вот зачем так перегибать? Ведь понятно же, что запрет сериала «Сваты» никак, никаким образом с экономикой не связан. Но хороший манипулятор, телевизионный ведущий Владимир Зеленский, непременно вернул этот болт. Как же экономика Украины не развивается? Давайте надавим еще раз на больной мозоль. Это, конечно, типичная попытка манипуляции. Вообще, во всем этом видео Владимир показывает себя человеком, доведенным практически до отчаяния. Он почти что кричит, у него выпученные глаза. Он с трудом себя контролирует. Видно, что запрет этого сериала для него жизненно необходимая вещь. Но сейчас я скорее обратился бы к украинцам и хотел бы их спросить, а вы действительно любите этот самый сериал «Сваты»? Я никогда в жизни не видел ни одной серии этого сериала. Залез в поиск и увидел фотографии. Вот лично мне только этих кадров хватило, и я сразу понял, о чем речь в этом замечательном, как описывает его Владимир Зеленский, сериале. Прежде всего, идея этого сериала совершенно не в тему всему происходящему, что творится сейчас вокруг России и Украины. Далее Владимир Зеленский будет говорить, что этот сериал объединяет людей. Вот мне хотелось бы спросить, а кого, собственно говоря, хочет объединить Владимир Зеленский? В чем его цель? Сейчас очень многие, которые хотели бы забыть эти четыре года войны, будут кричать «Вы опять разжигаете!» Конечно же, нам нужно объединяться, нам нужно, наконец, начинать дружить. Нет, дружба, она в другом проявляется. Например, она проявляется в том, когда ты не крадешь у друга очень ценную вещь. Или, например, не лжешь, не убиваешь граждан этой страны. Вот все, что происходит вокруг Украины со стороны России, никак дружбой назвать нельзя. И вот этот самый сериал, который, по его словам, смотрят миллионы, является одним из многочисленных звеньев этого самого до сих пор нерасторгнутого объединения. Этот сериал, его любят миллионы, смотрят миллионы. Если сейчас задача Службы Беспеки Украины и всех наших комитетов, их очень много, этих комитетов, через все инстанции должны бумаги пройти, чтобы одобрать возможность у людей просмотра этого сериала. Если задача просто забрать этот сериал от людей, ну так вы тогда напрямую так и скажите. А не придумывайте различные там поводы, по какой причине вы делаете и зачем. Если кому-то не нравится слово «сваты», просто вам не нравится, вам ближе слово «кумы», это я тоже могу понять. Так вы сначала поборите свое кумовство, а потом будете бороться с нашими сватами. Вы боретесь с тем, что людей объединяет. Объединяет миллионы телезрителей. Все эти долгие годы. А на базе чего объединяются люди вокруг этого сериала? Вот я, не глядя ни одной серии, смотрю на вот эти картинки и уже представляю, о чем сериал. Скорее всего, история в сватах крутится вокруг каких-то быдляцких отношений, когда представители быдляцкой прослойки населения что с той, что с той стороны попадают в всякие дурацкие ситуации, давят, скорее всего, глупые анекдоты, очень много пьют водки и, соответственно, вылазят из всяких неприятностей. Его ведь смотрят миллионы. Ну да, если миллионы смотрят, можно вливать в них головы все, что попало. Я думаю, что СБУ именно имеют целью забрать от людей, которые в этих героях видят самих себя, эту жвачку, чтобы они перестали ее жевать и время, потраченное на просмотр этого мусора, использовали бы в лучших целях. Вы никогда не выдавите из себя Россию, если будете стремиться продолжать ее, так сказать, лучшие в кавычках традиции по принципу фильмов «Ирония судьбы», где рассказывается об истории законченного алкаша и приключения, которые с ним происходят, о подобных же историях кавказской пленницы и всем остальном, где в основе всех этих замечательных и волшебных сюжетов лежит не что иное, как элементарная водка и приключения, связанные с ней. Если Украина собирается строить свою идентичность, а ей есть на чем ее строить, у нее есть свои исторические корни, так вот нужно задуматься, нужны ли украинскому народу вот эти все полупьяные рожи и их отношения. Владимир Зеленский очень сильно гордится своим сериалом. Он говорит, что он придумал хорошую вещь и что это украинский сериал, снятый на украинские деньги и так далее. Владимир, если вы умный и талантливый человек, почему бы вам не придумать что-нибудь другое, но немножко более оторванное от русского мира? В пору войны, когда каждый день в вашей стране умирает от пяти до девяти украинских парней. Представьте себе, уже практически нет ни одной семьи, которую так или иначе не затронула эта война. Эта война длится уже почти как Вторая мировая. Да, конечно, количество жертв не такое огромное, но для такого народа, как украинский, это будет долго не заживающе рано, если сериал «Сваты» до сих пор еще не запретили, то это нонсенс, сказал бы я. А вам, как талантливому человеку, вообще не стоит ни о чем беспокоиться. Вы придумаете новый, более успешный проект. Людям, которые очень сильно пекутся о том, что им нечего будет смотреть, я бы посоветовал смотреть хорошие американские сериалы. То, что вы смотрите, обычаи и порядки, которые вы впитываете, они и будут воплощаться в вашей жизни. Если вы смотрите «Приключения русских алкашей», одного из которых зовут Буханкин, видимо, от слова «бухать», вот вы так и жить будете дальше. Вы и рядом бегущие с вами дети, которые нет-нет, да бросают взгляды на телевизор. В свое время, когда я приехал в Германию, я был поражен качеством американских семейных сериалов. В этих сериалах вообще нет никакой идеи, связанной с алкоголем. Представьте себе, и без алкоголя, и без пьяных рож, можно делать занятные сценки, можно разыгрывать настоящие смешные истории. И это будут добрые сериалы, которые не стыдно посмотреть всей семье, в том числе детям, есть чему поучиться у героев относительно отношений в семье. Любой американский семейный сериал, начиная от негритянских сериалов и заканчивая современными сегодняшними, лучше потратить деньги на закупку хорошего, добротного сериала, переведите этот сериал на украинский язык и оцените настоящее мастерство. После потребления хорошего продукта вам совсем не захочется суррогата по типу заменителя сыра из пальмового масла, которое предлагает вам Владимир Зеленский. Не давайте возможность таким вот Зеленским продлить еще дальше агонию, пуповину, связывающую вас до сих пор с Россией. Эта страна не идет в будущее, она повернута головой назад. И правильно пишет один человек в интернете, «Сегодня сваты, а завтра встречают танки с хлебом с солью. Вот они, братушки, приехали нас освобождать». Это все очень взаимосвязанные вещи. Если бы этот сериал нес действительно светлое, доброе, вечное, можно было бы сказать, да, конечно, это произведение искусства, его ни в коем случае нельзя запрещать. Но в том-то и дело, что юмор Зеленского там на уровне подворотнее. Это самый обычный, низкопробный продукт плохого качества. Не потребляйте продукты плохого качества, а Владимиру Зеленскому лучше успокоиться. В конце концов, если он не понимает настроение своей страны, то, может быть, он живет не в той стране? Это украинский сериал, придуманный мною и моими коллегами. И мне не стыдно говорить «ною», потому что его смотрят миллионы, в который раз я повторяю. Какого черта, ребята, вы что-то там вообще предлагаете? Кто вы такие? Что вы сделали? Якщо вы служба безопасности Украины, забудьтесь безопасности Украины. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok